Жители при Иртышья бьют тревогу из-за обмеления знаменитого розового озера Коряковка. Некоторые считают, что причина обмеления – добыча на озере Соли. Другие – безответственность местных властей. Специальная комиссия выехала на место, чтобы установить реальную причину исчезновения соленого озера. Соленое озеро высушили специально ради промышленной добычи соли, так заявляют обеспокоенные общественники в социальных сетях. У них есть несколько предположений о том, кто же все-таки виновен в его осушении. Первое – осуществление промышленной добычи соли. Занимается этим предприятие ТО «Мультисервис». У него есть соответствующая лицензия на 10 лет. За прошлый год удалось добыть 6 тысяч тонн. Это около 150 миллионов тенге. Этой солью пользуются заводы, нефтяники, теплоэнергетики. Ей же посыпают трассы в гололед. Руководитель предприятия уверен, что его вины в том, что озеро высыхает, нет. У нас на самом деле очень экологически чистое производство. То есть у нас используется земснаряд электрический, то есть нету никаких практически выбросов ноль. Экологию невредимую. Взяли из озера горную массу, промыли, почистили, сделали готовый продукт, готовые соли технические и поставляем на наши промышленные предприятия. Вторая немаловажная причина – это незаконная добыча соли местными жителями. Они используют ее в сельскохозяйственных нуждах. Чиновники этот факт не отрицают, но говорят, объем слишком маленький. Сами же сельчане рассказывают, что озеро периодически высыхает. Но чтобы управление недропользования приезжало и мониторило обстановку, не замечали. Так, чтобы я не видел, чтобы они приезжали, что-то делали. Это же природное, как бы в советское время пробурили эти, когда соль добывали, чтобы вода поступала. Три года назад Розовое озеро стало достоянием общественности. Сюда приезжали и туристы, и жители при Иртышье ради красивых фотографий. Но вели они себя при этом по-свински, уверены экологи. Экологическое сообщество требует усилить контроль. Вы знаете, вот представьте себе, что по вас проедет автомобиль. То же самое здесь происходило. Люди, я не знаю, выпившие или нет, ну, отчаянные, нехорошие люди, они на джипах своих проезжали озеро, ездили по нему. Ну, какая водоросль, какая биота может выдержать проезд по ней джипа многотонного? Понятно, что это безобразие, что оно не должно быть. Здесь должен быть усилен административный контроль. Температура воздуха в Павлодарской области бьет рекорды 83-летней давности. Об этом сообщают синоптики. Эта и малоснежная зима стала основной причиной обмеления розового озера, уверены в Минэкологии. И спасать от полного высыхания это озеро не будут. Министерством не предусмотрены никакие деньги по спасению данного озера. Здесь, когда было изучение, смотрели на рачок Артемия, его здесь нет. И, соответственно, он не перспективен для выращивания рачков Артемия. Аналогичная ситуация произошла и в 2020 году с Астанинским озером Кубейтус. В 2021 году оно полностью исчезло. Ждет ли озеро Коряковка, похоже, финал покажет только время. Евгения Мягченко и Бекгазис, Ертасакпарат.